Добрый вечер, хорошего года, говорят, хорошей здоровой зимы, дай Бог, чтобы у всех все было в порядке, и мы с вами продолжим изучение пророков. С моей точки зрения, как я вам говорил, я все свои уроки, всю свою работу посвящаю Любе Бад Михаэль, моей любимой жене, которая, к сожалению, в прошлом году ушла из жизни, приближается к Юйорк, 9-го Теветта. 9-го Теветта – это день прекращения пророчества, когда умерли Эзра и Нихемия, последние пророки, и после них пророчество до настоящего времени не возобновилось. И это очень символично, что человек, который как минимум 20 лет посвятил работе над книгами пророков, он ушел в этот день из жизни. Я стараюсь, я продолжаю работу над Малахим Бетт, очень сложная книга, в ней приплетаются целый ряд пророков, кроме Еремьяу, который записал эту книгу. Там есть и Шаягу, действует этот период, и Луше, и Айамос, и Йона, не говоря об Элиша. И всех их нужно как-то разобрать, даже если какие-то моменты не появляются в книге, я стараюсь все это описать. Я привел вам примеры с теми проблемами, с которыми я сталкиваюсь, но просто мы сейчас перейдем к своим занятиям. Я только хочу сказать, что одна из трудностей заключается в том, что Митарашим, они не соотносятся с исторической реальностью. Их задача научить что-то, они говорят какие-то посылки важные в учебно-воспитательном плане, но совершенно не соотносятся с реальностью. Я же не могу сказать человеку, что Митарашим совсем не отражает действительность. И поэтому приходится искать те связки, те какие-то моменты, которые все-таки, да, как-то, к которым это Митарашим можно прикрепить в историческом плане. Вообще соотношение между историческими событиями очень слабое в комментаторах. Это очень обидно, потому что в любом другом народе работают историки, которые строят связи между событиями, стараются понять мотивы поведения людей. У нас это почти полностью отсутствует. Вот я стараюсь восполнить эти пробелы, кроме всего прочего, 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 как бы вот такой исторический, исторический пласт. И очень-очень, очень трудно, очень трудоемкая работа каждую книгу, в которой ты на нее оглядываешься, как бы, после ее завершения, совершенно непонятно, как это можно было закончить. Ладно, это я с вами поделился своими трудностями, своими проблемами, а мы с вами вернемся к тому тексту, который, к тому месту в книге пророк Искель, на котором мы остановились. Мне для этого нужна одна секунду, потому что я должен вывести этот текст на экран. Так, я надеюсь, что мы видим с вами текст, правильно? Так, и мы с вами остановились, насколько я помню, насколько я помню, мы с вами остановились с вами в 15 главе, в 14 главе, правильно? Да, секунду. Да, 14 главе. Вот она начинается с рассказа о том, что к Искелью, после того, как он обрушился, так сказать, на уже пророков, к нему пришли старейшими сыновей Израиля, с вопросом, а неужели действительно будет разрушение Иерусалима храма и изгнание Иуды. То есть до сих пор у них была какая-то уверенность, что Иерусалим и храм не будут разрушены. И она основывалась на том, что все пророки говорят о том, что Иуда победит в противостоянии с Новохумиссаром и Бавилем. И вдруг сильнейший пророк Искель, он не только говорит какие-то предсказания, он обвиняет во лжи и в ошибках тех пророков, которые пророчествуют бесконечно, пророчествуют о мире. Это вызвало тревогу старейшины, они пришли к нему. В общем-то, с вопросом спросить, а если будет разрушено желаемый храм, то обязаны ли мы дальше соблюдать законы Торы? Мы оказываемся среди народов, и у нас нет никакой поддержки. Сейчас, когда и знаменики Бавили, и знания Ихонии находятся в Бавили, есть Рушалаем, есть храм, есть связь с теми, кто живет при Рушалаеме. Так мы оказываемся без всякой поддержки. Неужели мы дальше обязаны соблюдать законы Торы? Пусть каждый живет, как он живет, и поклоняется тем идолам, которые вокруг. А там Всевышний как-то уже разберется, потому что жить среди другого народа и хранить свою веру невозможно. Всевышний, как вы помните, обрушился на этих людей с обвинениями и сказал Пророку, что он не будет разговаривать с такими людьми. И дальше говорится, что я отвечу им. Как же отвечу, если не буду разговаривать? Отвечу им теми проклятиями, которые я пошлю на них. Пророк предупредил любого пророка в будущем, что если он позволит себе сказать такие слова, что с какой-то точки зрения хотя бы допустимого имена не служить с идолом, то идолом по особой проклятии обрушится на него. Дальше мы начали с вами разбирать и продвинулась еще одна тема. 14 глава как бы начинает, обрывается на один рассказ или завершается один рассказ и начинается другой. И Всевышний приводит пример трех праведников, которые, как он говорит, если бы они были среди народа Израиля, то они все равно не спасли народ Израиля. «Сын человека, когда согрешит врать от меня страна, изменив мне и предав меня, и подниму я руку свою на нее, и уничтожу запасы хлеба, и пошлю на нее голод, и истреблю из нее людей и животных, живущих на ней. И если бы были на ней три человека, эти Новый, Даниэль, Иеоп, то праведности их спаслись бы души их. Слово Бога Всесильного». То есть имеется в виду, как мы дальше увидим, что они бы спаслись, но они бы никого не смогли спасти другого. Почему выбираются эти люди, как пример праведников, которым трудно, может быть, было влиять на других. Но, тем не менее, они старались повлиять на окружение. И мы помним, что Новых, несмотря на то, что он строил ковчег и сам не обращался к людям, но люди приходили к нему и спрашивали, почему он строит ковчег. Он им откровенно говорил, что будет поток, ему не верили. То есть это пример праведника, слова которого не были восприняты. И его личный пример, то, что он делает, строит ковчег, он не повлиял на окружение. Пророк Всевышний говорил пророку, что если вот такой нох был бы сейчас среди сыновей Израиля, и делал бы то, что указывает на предстоящее разрушение храма, так же, как Даниил давал бы все знаки, и не так же, как Даниил, так же, как Ихискель давал все знаки о разрушении храма, об изгнании, и ждал, когда к нему придут и спросят, вот был бы такой нох среди сыновей Израиля, ничего бы не помогло. И его знаки, и его ответ людям не помогло. Если бы был Даниил, который обращался к сыновьям Израиля, и из дворца Небухуднецара, то, что он мог сделать и призывал их соблюдать заповеди, даже находясь в дворце Небухуднецара, то тоже этого не помогло. И Иов, который спорил со Всевышним и, скажем, да, оспаривал его решения, если бы он был такой, если бы такой был человек среди сыновей Израиля, тоже это бы не помогло. То есть не влияние праведника, которому, может быть, трудно влиять на людей, потому что они находятся в изгнании, в условиях, когда трудно повлиять на сыновей Израиля, нельзя говорить открыто, это новых, и Даниэль, например, таких праведников, да, и праведники, которые молятся и не принимают решения Всевышнего, такие как Иов, и их молитвы, и их действия, они бы не спасли народ. И дальше перечисляются те беды, которые Всевышний говорит, что он отправил бы на сыновей Израиля, на страну какую-то, вот если бы там были эти праведники, то они бы не смогли спасти народ. То есть это пример праведников, влияние которых как бы ограничено, но они, тем не менее, они стремятся повлиять на людей. Так же, как все праведники, которые находятся в изгнании, их возможности ограничены, но, тем не менее, они не отказываются, и они не отказываются говорить сыновьями Израиля, говорить истину. Вот это три таких праведника. И если бы на ней, на земле, которой я хочу наказать, были эти три человека, то, клянусь я, слава Богу Всесильного, ни сыновей, ни дочерей, не спасли бы они, одни-одни спаслись бы, а земля пришла бы в запустение. То есть эти праведники не смогли спасти народ. Несмотря на все их желание повлиять на людей, несмотря на готовность влиять на людей в трудных условиях. хищные звери приходят так, как нам говорится в Перкеавод, когда происходит исквернение имени Всевышнего, в каком плане, когда люди перестают соблюдать законы Торы и как бы не стесняются этого, не скрывают этого, а в открытую отрицают законы Торы. Перкеавод говорится, что это тот случай, когда приходят хищные звери. «И меч навел бы я на землю эту». Агаджи в Перкеавод говорится, что меч приходит тогда, когда в стране нету справедливого суда. Тогда меч – это одно из наказаний, которое приходит на страну за те грехи, которые есть, и меч – это наказание за отсутствие справедливого суда. И тоже говорится, что эти три человека не смогли бы спасти страну. Или Мор послал бы ее на землю эту и излил бы на нее ярость мою, залив ее кровью. Мор, как бы, да, в Перкеавод говорится, что Мор, он со стороны земли, когда вода и плоды, они становятся, они становятся, несут болезни. То есть, Мор при себе несет болезни. И это знак того, что земля готова отвергать цены Израиля и тех, кто живет на ней, и готовы их выбросить из себя. Выбрать из себя. И даже если это становится уже явным, эти люди бы не помогли. Даже если четыре тяжелых наказания, меч – голод диких зверей, Мор послал бы я на Ирушала им, чтобы истребить людей и животных, живущих на ней, и остались бы в нем спасенные. Такие три человека. И вывели бы их из города. И вывели их из города сыновей и дочерей. И вот вышли они к вам, увидели бы пути их и дела их, и переменили свое суждение о том зле, которое привел я на Ирушала им, после того, что привел я на него. То есть, Всевышний говорит, если бы они бы за счет этих трех людей смогли бы спастись кто-то из сыновей и дочерей, и они бы пришли сейчас к вам, то вы бы и рассказали о всех своих делах, то вы бы тогда поняли, что наказание, которое я послал на Ирушала им, оно справедливо. И перемените вы суждение свое о них, и вы увидите пути их и дела их, и узнаете, что не без причины сделал я все то, что сделал в нем. Слово Бога Сесимова. То есть, он говорит, что эти люди никого не спасут, но если бы они спасли, то вы бы узнали о всех тех делах, которые делаются в Ирушала им. Это обращение во многом к самому Ихискелю, который никак не принимает, не хочет принять суд Всевышнего, и наказание сыновей Израиля, и разрушение Ирушала им, ему представляется не излишней меры. Это как бы мы посмотрели с вами 14 главу. Я очень бегло ее пробежал, потому что, в принципе, мы ее с вами смотрели. Теперь глава 15. Здесь несколько глав посвящены такому поэтическому описанию взаимоотношения сыновей Израиля со Всевышним. И образ сыновей Израиля дается в этой 15 главе как виноградная лоза, но не просто виноградная лоза, которая растет в лесу. И мы постараемся понять как бы детали этого образа с вами посмотреть. Дальше, 16 глава, но очень тяжелая глава, и для того, чтобы ее прочитать, она тяжелая, и по содержанию она тяжелая, тяжелое впечатление от нее остается. Сыновья Израиля сравниваются с маленькой девочкой, которую бросили погибать в пустыне. Мы знаем сами, что среди народов мира было принято, что если ребенок не нужен, то его иногда просто выбрасывали. И ребенок считался имуществом, собственностью, и его можно было и продать, и можно было, и просто если он не нужен, вот так вот можно было выбросить ребенка, можно было с точки зрения психологии древнего мира. Это было распространенное среди всех народов явление. И мы посмотрим потом, как связаны между собой эти две главы, там, где сыновья Израиля сравниваются с лозой, и там, где они сравниваются с маленькой девочкой, выброшенной в поле или в пустыню. И было слово ко мне, и так было сказано. Сын человека. В чем отличие дерево лозы виноградной от всех растений, обвивающих деревья, которые есть в лесу? Здесь дается образ лозы, который растет в лесу. Действительно, есть виноград, даже его трудно назвать одичавшим виноград, который растет в лесу. Он, как и другие растения, многие растения в лесу, он вьюн, естественно, и он обвивает ствол дерева и держится за этот ствол дерева. Это образ, через который Всевышний хочет дать понятие над Явом Израилем, что они, в принципе, виноградные лозы. Они должны были быть виноградной лозой, за которой ухаживает хозяин в винограднике. Он окапывает ее, он ставит ей опоры, он старается, чтобы она тянулась вверх и на нее попадало солнце, так как хозяин возделывает виноградник. Но сами себя, сыновья Израиля, сделали дикой лозой, похожей на лозу, виноградную лозу, которая в лесу. Да, виноградная лоза, она единственная, которая дает съедобные плоды, образ того, что есть какая-то цель, есть будущее, не то, что деревья, деревья лесные, они все бесплодные. В виноградная лоза, у нее есть плоды, у нее есть какое-то предназначение. Но что? Вот теперь она в лесу. У нас на весь Израиль сделана себя лозой, похожей не на ту лозу, которую выращивает хозяин, а винограды, а та лоза, которая в лесу. И они вместо того, чтобы обвивать поставленные хозяином для них опоры, они бьются вокруг лесных деревьев, или эта лоза, скажем, здесь она одна, она бьется вокруг лесного дерева, и оно для него, для него опора. Так и сыновья Израиля, они оставили Всевышнего, оставили на него надежду, перестали надеяться на его заботу, на его обещания, на его пророчества, и они нашли себе бесплодное дерево. В данном случае это Египет, и они хотят опереться на него в борьбе с Набугудной царем. И что толку для лозы плодового дерева, что и толку обвиваться вокруг дерева, лесного дерева, которое, как мы увидим, оно будет срублено, придут лесорубы, и срубят это дерево. Чего не может быть в саду винограды. Он охраняет свой виноградник. И он выращивает лозу, растит много лет, заводится о ней. А здесь лоза, которая бьется вокруг лесного дерева, дерево будет срублено, и она упадет вместе с деревом. Так же, как Египет не устоит перед Набугудной царем, и сыновья Израиля так же падут. Возьмут ли ее лозы тревесину, чтобы применить ее с пользой? У лозы нет никакого другого применения. Кроме как ее плоды. Мы понимаем, что, скажем, любой образ такой, что любое применение древесины, оно вторично, оно не стой ценно, как... то есть плодовые деревья никогда не пускают на строительство. Может быть, в современном мире там бывает всякое, но в принципе плодовые деревья не пускают на строительство или сад не вырубают для того, для того, чтобы построить дом. То, что ценно в саду – это плоды. Плоды, которые... Дерево, которое привито, за которым ухаживали. И вкусные его плоды, они как бы указывают на цель, что у этого дерева есть определенная цель, и его не будут использовать для какой-то вспомогательной цели. Но само по себе это дерево связано с целью, потому что оно дает плоды. А лоза еще отличается тем, что ее ей нельзя использовать для каких-либо вторичных целей. Вся ее ценность – это плоды. Возьмут ли ее лозы-дровесину, чтобы применить с пользой? Возьмут ли от нее хотя бы кулышек, чтобы повесить на него какой-нибудь сосуд? То есть Всевышний говорит о том, что сыновья... Здесь образ такой, что сыновья Израиля, они сами по себе являются, скажем, сосудом, который воспринимает божественный свет и распространяет его на весь мир. И стоит ли из лозы, которая ушла в лес, или из народа, который решил себя уподобить, о лесной лозе, стоит ли из него делать что-то? Какой-то кулышек, на который повесить сосуд, сделать то, что будут опираться другие народы, которые представляют у себя сосуды совершенно негодные, в которых невозможно ничего, никакое благословение нельзя налить, оно может только распространяться через сыновей Израиля. Поэтому что делать с этой лозой? Она даже не годится на колышек, чтобы на нее повесить какой-то сосуд. Да и не стоит делать из нее этот колышек, чтобы вешать на нее сосуд. Вот огню, она лоза будет отдана на съедение, два конца ее пожрет огонь, и середина ее обгорит. Можно ли будет употребить ее в дело? А лозу? Лозу пытаются просто очистить сосудного дерева, древесина которого нужна, а эту дикую лозу или одичавшую, или как бы, если так можно сказать, самому ушедшую в лес, ее постараются сжечь и очистить древесины. И два конца ее пожрет огонь, и середина ее обгорит. Здесь концы – это образ, образ как бы, да, и более, и те, кто ближе как бы к почве, к корню, людей более материальных, и тех людей, которые… Другой конец, который тянется к небу, людей более духовных. И середина людей средних или обычных, ни от кого от них нету толку. Все они будут сожжены, когда лоза забыла о том, что ее главная опора – это подпорки, которые ставит хозяин, а не дерево в лесу, даже от возвышенных людей. Вот те, которые тянутся к небу. От них не будет никакого толку, если в народе нет понимания, что нужно, что необходимо полагаться на Всевышнего, а не на другие народы. Если когда была она виноградная лоза, выросшая в лесу без изъяна, и нашлось ей применение, то когда, пожалуй, огонь, какое же применение ей теперь найдется, да? Поэтому так сказал Бог Сесиме, как дерево лозы, виноградное на дереве лесном, которое отдал я огнем, чтобы сжечь его, так отдал я врагам жителей Иерушалаима. То есть те, кто опираются на народ, который опирается на, забывая эту Всевышнего, и полагается на другие народы, он не нужен Всевышнему, из него как бы нельзя ничего сделать. «И обращу я лицо свое на них, из огня выйдут, и огонь пожрет их». То есть и узнаете, что я Бог, когда обращу я лицо свое на них. То есть выйдут из горячего Иерушалаима или Иерушалаима, в котором голод, и все равно погибнут. «И узнаете, что я Бог, когда обращу я лицо свое на них, увидите, что все произошло точно так же, как я сказал. Точно так же, как я сказал. Эти слова, они перекликаются с пророком Ишаягу, который пророчествовал примерно за 150 лет до Ефиския. И вот пятая глава его, это песнь «Виноградник». Мы просто можем познакомиться с ней, может быть, не разбирать подробно, но увидеть просто, что образ виноградной лозы или виноградника пророки к нему возвращаются часто. «Виноградник был у друга моего на плодоводном холме, и вскопал его, и расчистил его от камня, и засадил его отборной лозой, и выстроил башню посреди него, для того, чтобы охранять, а также доверенно высек в нем и надеялся вырастить виноград, а тот дал плоды негодные. А теперь, жители ушала, и мамуш, иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что сделать еще для виноградника моего? Чего не сделаю я для него?» То есть почему виноградник, который возделывали вклады в него столько сил, и он дал друг негодные плоды. Это образ сыновей Израиля, которых Всевышний как бы выращивает, обращает на них внимание, дает им возможность, дает им все условия для развития, и вдруг народ отворачивается от него, утрачивает понимание Торы, утрачивает надежду на Всевышнего. Что я для него еще не сделал для этого виноградника? Почему? Когда ожидал я, что он даст виноград, дал плоды он негодный. А теперь я хочу поверить вам, что сделаю я виноградника моим. Уберу живую изгры, защищающую его от скота, и будет на потраву. То есть все животные зайдут в виноградник. Пролом сделаю в ограде его, и будет вытоптан. То есть образ здесь очевидный, что сыновья Израиля сравнивают с виноградником, а народы мира с дикими животными. И Всевышний всегда охранял виноградник. Тех, кто хочет его вытоптать, или тех, кто хочет полакомиться его ягодами, он всегда охранял, потому что была изгородь. А теперь он убирает изгородь и прочу его в пустошь. Не буду обрезать ветви и окапывать его, и зарастет он колючим кустарником и сорной травой. И ту, чем прикажу не проливать на него дождя, его виноградник, бога, воинств, это дом Израиля. И надея усиляна правосудия, а вот беззаконие, на справедливость, а вот львопль притесняемых. А самое главное, то, что в Дешаялу, то, что в Дешаялу, это несправедливость об обществе. Уход от закона в Торы, несправедливые суды, в этом он видит негодные плоды, которые непонятно как выросли, потому что со времен большая мысль насаждалась Тора и утверждались суды справедливые, как получилось, что теперь суд и отношения между людьми все это извращено. И сделаю пустошь за то, что изменили мне, «Слово Бога Всесибирь». Это рассказ о винограднике, сравнение сыновей Израиля с лозой, которая выросла в лесу. Здесь предполагается, что она сама выбирала, где и расти, в винограднике или в лесу. И вот она выбрала в лесу, и вместо опоры хозяина она выбрала деревья. и очень ей хорошо и замечательно биться вокруг дерева, и она совершенно не подозревает, что это дерево будет срублено. А когда дерево будет срублено, то ее судьба будет точно предрешена, потому что никто не захочет ее брать, использовать. Ее только захотят счистить ствола дерева, потому что ее ни на что нельзя использовать. Дальше, 16 глава. Я не знаю, давайте мы остановимся на секунду. Я вот остановлю стоп-шер. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то я готов ответить. Пожалуйста, попробуйте ответить. Увремя, что я смогу на все вопросы ответить, разы его сопоставить. Спор, известный спор Аурамоса Всевышнего по поводу с дома и здесь. То есть там хоть шла количественная оценка, если есть людей праведных, минимум 10, то он и будет и ушел. А тут любое количество, так сказать, не спасает уже народ Израиля. Вот настолько. Значит, у Авраама спор со Всевышним, почему скажем, почему сейчас, секунду, как это можно сказать, почему Авраам надеется, что из-за праведника будет спасен город. Вот сначала вся долина, как мы помним, потом 4 города, потом 3 города, потом 3 города. Почему есть праведник, есть праведник в городе, почему город должен быть спасен из-за праведника. Но в конце Гамцова, Всевышний вывел лота из-за и праведника. Почему вообще такой вопрос, что город должен быть спасен из-за праведника. Пусть праведник спасется, пусть горит весь город, а потом останется вокруг, вокруг него будет огонь и не тронет его. Почему нельзя сделать так? Почему Авраам забудется о всем населении, о всем населении города. Он не говорит о том, что спаси праведника, а он говорит спаси города ради праведника. Как это может быть? Здесь ответ только один. Человек не защищает своими заслугами других. Он живет в праведнем городе и он теперь защитит всех. Нет, это не так работает. Можно просить, чтобы спас город ради праведника, только в том случае есть надежда, что они могут повлиять на этот город. Они могут что в будущем хотя бы понемногу произойдет исправление. Эти люди оставят свои жестокость, как-то что-то постепенно осознают и изменится ситуация. Но Всевышний показывает Аврааму, что нет праведников, которые могли повлиять на города Сдомской долины. Более того, есть один праведник, который отличается от жителей Сдома, это Лот. Сдома. он не повлияет на Сдома. Он молчил, он пришел жить, и он Сдома. старается соблюдать законы морали, нравственности у себя дома. Но влияет он не влияет. Получается, что Всевышний берет Лота и вытаскивает его из дома, а с дом весь погибает. А здесь говорится, здесь изначальная посылка такая, что есть праведники, которые способны действовать в тяжелых условиях. И в тяжелых условиях они не оставляют праведность. И пускай их влияние ограничено, потому что условия очень тяжелые, но тем не менее они все пытались влиять на людей вокруг. Но люди не воспринимают их влияние. И поэтому они не могут спастись. Это не то, что эти праведники в городе и из них из-за них будут быть спасены. Нет, только в том случае, если люди воспринимают их влияние. Если есть надежда, что в будущем кто-то исправится, тогда есть надежда на спасение. Нет, нет, если все остается на том же месте, то нет надежды на спасение. Примерно так. Это какой-то актуальный вопрос обсуждается сегодня. И раньше обсуждалось, мне кажется. Если эти праведники есть, они известны, в этом городе это не приводит к немедленному уничтожению всякого вольнодумства, то тогда это еще показывает на то, что этот город не совсем кончен, если там есть какая-то свобода слова в современном понимании. Очень мне понравился этот образ. Есть вольнодумство, не затыкают рот. А если они сидят тихо у себя дома и держат фейку в кармане, как мы говорили в России, то может быть они очень хорошие люди, но они не идут в счет этих праведников. Как ты их можешь считать? Ты даже не знаешь. Может быть здесь раньше говорилось о таких людях, о которых вы говорите, здесь может быть чуть-чуть по-другому, потому что они не могут идти, выйти на улицу, но они постараются влиять на тех, кто к ним приходит. Можно было бы ожидать, что хотя бы таким образом потихоньку изменится ситуация. нет, кто не слушает, как новых. Он не становится... Я не знаю, он тоже там есть, а, нет, это не Медраж, это Папшат, он говорил своим детьям, пойдемте, Бог кончится, а они смеялись, сухо такое. То есть он пытался что-то вроде бы как-то, да? Когда он понял, что дело плохо, что пришли ангелы, он пытался, да. А до этого он молчал, сидел у себя в доме и молчал, пытался получать благо, которое есть в доме и тихонечко молчать. Когда он открыл рот, ему сказали, что вот А девушка это, которая, это Медраж, да, но видимо Медраж, он тоже отражает какое-то, так сказать, представление того, что там было, которое хлеба дало нечему, да, ее там не помним, что там было. Девушка дала хлеб, и она погибла, да. Условия очень тяжелые, безусловно, влиять очень трудно, да, но как бы так же, как и в Калуте, в условиях изгнания очень трудно встать на площади, начать кого-то призывать к чему-то, да, но тем не менее, тем не менее, по крайней мере, своим личным примером, эти люди могли бы оказать какое-то влияние, да, вот, и глядя на них, можно было бы что-то, что-то понять, да, или они могли бы, или, может быть, на ближайшее окружение они могли бы пытаться как-то повлиять, вот, не пытаться, облияли, но их, вот, их личный пример он ни к чему не привел, да, Даниэль в тяжелейших условиях соблюдал заповеди и призывал к тому же и других, да, но, видимо, его пример не был воспринят другими, или посележнее, по крайней мере, говорит, что его не воспринимают, да, да, то есть, можно как-то, мне кажется, что можно как-то так представить, да, что здесь речь идет больше, больше стих не о личном примере, Даниэль соблюдает заповеди во дворце бога Худнецара, но строит ковчег, Иов, в чем силы Иова, он спорит со Всевышним, не отвергая Всевышнего, не отвергая ни в коем случае, Всевышним он спорит с ним, вот, скажем, его пример, то, что нужно молиться, можно спорить со Всевышним, но нельзя просто, нельзя просто, скажем, да, совершать какие-то действия, что-то делать, чему-то готовиться, не обращать внимания на Всевышнего, это, это не путь, а это, скажем, это урок, который можно лечь из его, представляется так, да. Кодорав, я бы хотела вернуться к образу виноградной лозы, очень высокий образ, и если можно, чуть-чуть побольше об этом, почему именно виноградная лоза, потому что вино, оно связано с духовным именно воздействием, да, что это на душу человека влияет, это символизирует в принципе, духовность, я правильно понимаю? У виноградной лозы есть несколько, как бы, свойств, если можно так сказать, несколько образов. Во-первых, она, виноградная лоза, она мало зависит от воды, она очень-очень мало требует воды, и очень зависит от солнца, она, если мы, невозможно представить себе виноградник, который может расти в тени, сегодня есть виноградники, которые закрывают сетками, но эти сетки таковы, что они пропускают определенный спектр света, а просто, скажем, закрыть лозу, скажем, от света, она не будет расти, ей недостаточно одной воды, и опять воды нужно не так много, поэтому образ такой, что, да, почему, скажем, у еврейского народа есть разные стороны, его можно сравнить с этим, с этим и так далее, когда говорят в виноградной лозе, то говорят о том, что есть народ, люди, которые больше зависят от связи со Всевышним, с небесами, с духовным миром, чем с материальным миром. Материальный мир необходим, корни, почва, но без связи со Всевышним это растение не может расти. И в этом плане это сыновья Израиля. И как вы правильно говорите, скажем, как вы говорите высокая духовность. То есть народ, который устроен по-другому, для которого, скажем, материальное составляющее необходимо, но без духовности, без влияния небеса, без влияния света, он просто не может расти. И хозяин создает все условия, подпоры, чтобы она поднималась и не стелилась по земле, хотя она может и стелиться и по земле, виноградную расти на земле, но ей гораздо лучше подняться по опоре, и она тогда получает больше света. Здесь то же самое, совершенно верно заметить, что образ очень тонкий, виноградная лоза в лесу, ей все равно нужен свет, она все равно устроена таким же образом, что ей обязательно нужен свет, она как вьют, она тянется, она ползет вверх для того, чтобы добраться до света и получать свет, который ей совершенно необходим. Но к свету она тянется, но опора у нее совершенно ненадежна, дерево, которое будет срублено. Виноградная плод, виноградной лозы, он много используется, как используется и появляется в пророках, и с виноградной лозой связан труд человека, если так можно сказать, то есть виноградник требовал очень большого труда, так же, как и сегодня. Заложить виноградник и возделывать его, и потом охранять его. В древнем мире специально строили башни, каменные виноградники, чтобы охранять его во время сбора урожая, когда могут прийти грабители и обчистить весь виноградник. То есть колоссальный труд. Колоссальный труд насадить, возделывать, охранять, заводиться об этом винограднике. И поэтому виноград, он как результат труда. Здесь то же самое подчеркивается, что Всевышний вложил много труда в еврейский народ, для того, чтобы вырастить растение, которое тянется к свету. И совершенно невозможно было, нету объяснения, как нету объяснения, почему плоды получились неводные. Нету этого объяснения. Ничего вы не объясните по закону природы, по закону всех обстоятельств. Должен был вырасти прекрасный виноградник, должен был вырасти замечательный народ. Получилось неизвестно, плохие влады бувашим, плохие влады народ, который не дает хорошего продолжения. Вот это как бы то, что мы можем здесь представить. Но главное, что кажется здесь, что здесь подчеркивается то, что сыновья Израиля с трудом понимают и то, что мы сегодня с трудом понимаем, что опора и это Всевышний, что опоры для нас подпорки создает Всевышний и что невозможно опереться на какой-то народ подобной дикой ласте и ползти к свету, опора все равно будет срублена в какой-то момент, мы упадем вместе с этой опорой. А когда мы упадем, то уже никакого применения нет. Даже на какую-то вторичную роль не годимся. Примерно этот образ здесь. Спасибо большое. Очень сильный образ и важный. Мне кажется, очень хорошо, что вы уделили так много времени для широкого ответа. Благодарю вас, Равзеев. Боже действительно сильный. Просто нужно представить себе, что пророк хочет убедить сыновей Израиля. И можно вбить им в голову некоторые истины, которые не понимаются. Так же, как они сегодня с трудом понимаются. Равзеев, можно еще вопросы позволить? Смотрите, если резюмировать, их иске с Хермиагом вместе, они не смогли отвратить беду, которая не делается. А если последнее поколение пророков, я имею в виду, Эзра, после возвращения из Вавилона, они сумели все-таки Эзра, с помощью наверное Мэдхеминга, он сумел убедить народ и спас от ассимиляции. То есть, он по-живому тогда, после возвращения из Вавилона, потребовал и добился от народа тогда развестись при живых детях, насколько я понимаю. И он спас фактически еврейский народ от будущей ассимиляции, от будущего голубого 2000-летнего фактически. То есть, он действительно совершил такой, последнее поколение пророков совершило такой подвиг, можно сказать. Да, то, что вы как бы, то, что говорите, это немножко другая тема ассимиляции, да, но в принципе... я имею в виду пророк, действие пророка. Действие пророка. Да, действие пророка. Значит, что можно здесь сказать? Здесь есть несколько моментов. Конечно, говорят так, что говорится в Гемалии, что мудрец, как говорится, мудрец предпочтительнее, чем пророк. И эпоха второго храма, начиная с Эзры, она строится несколько по-другому. Эзра, конечно, сам пророк, но его основное действие, это как мудрецатуры. то есть создается, то есть он и Мехемия создают страну и управление страной, которая, скажем, не только пророк, он призывает, он убеждает, он объясняет, глобальные вещи, глобальные принципы. И как мы видим, что часто это остается непонятным. Мудрецатуры, он не столько призывает, или по крайней мере в случае Эзры, и дальше мудрецатуры строит жизнь, строит жизнь, обращает, не призывает к глобальным к каким-то вещам, решает конкретные проблемы, и строит жизнь по определенным правилам. И Эзра устанавливает, кроме Эзра, он не скажем, не только призывает, и вообще может быть трудно сказать, трудно вспомнить какие-то призывы Эзра, он строит жизнь, он создает систему молитвы, систему изучения Торы, систему служения в храме четкую, которую может быть не было в первом храме, если говорить не о коленах, а обо всем народе, создает порядок, создает определенный порядок. В этом плане мудрец оказывается предпочтительнее пророка, глобально можно сказать, предпочтительнее тот, кто решает конкретные проблемы и создает порядок, чем тот, кто просто призывает. Это общая такая посылка, конечно, у пророка есть свои преимущества, и нельзя отрицать влияние пророка. Но когда дело доходит до конкретного момента, построить страну в таких тяжелейших условиях, то здесь это Эзра и Нехемия. Про них говорят, что они очень хорошая пара, потому что Эзра, когда слышал о каких-то проблемах, он рыбал на себе волосы, а Нехемия, когда слышал о каких-то проблемах, он рыбал волосы на головах других. Поэтому они были замечательной парой в этом плане. Хорошо. Спасибо. Я всегда очень опасаюсь, что за предложениями, за какой-то конкретикой, пока мы разбираем, уходит глобальный смысл. Но все-таки надеюсь, что выводы глобальные они понятны, образ понятен, что от еврейского народа требуется полагаться от Всевышнего, а не на других. То есть можно иметь отношения торговые, дипломатические, какие хочешь, но голова должна быть устроена таким образом, что ты понимаешь, что главное это молитва, это высокий духовный уровень, это справедливость в обществе, которая позволяет просить у Всевышнего полной поддержки. Хорошо, спасибо большое за внимание. Благодарю вас, Равзе, полностью солидарно с этим месседжем, потому что действительно ни Америка, ни Эмираты не помогут, поможет только Всевышний. Спасибо большое, всем хорошей недели. Всевышнего доброго, спасибо. Окей, на этом важном заявлении мы как бы заканчиваем наше занятие. Вот тут в Хадашот есть, кстати, у Эмиратов и этом только что было я там живу. Окей, все. Всем счастливо, пока выцепи скажем так, не трамп. Спасибо. Спасибо.